Всем привет! В этом видео рассмотрим инструмент Emboss. Из последнего обновления он находится вот здесь, в вкладке Create. Вызву его. В диалоговом окошке нам необходимо сначала выбрать плоский эскиз и далее поверхность, вокруг которой либо на которой мы хотим его нанести. То есть еще дополнительный момент. Важно, чтобы этот эскиз хоть как-то пересекал в данном случае цилиндрическую поверхность. Дополнительно мы видим здесь настройки, например, 2 сантиметра укажу. По глубине у нас может быть deboss, emboss, то есть вдавливание, выдавливание. Есть дополнительные стрелочки, которые позволяют нам позиционировать наш эскиз, нанесенный на поверхность. Есть кнопочка Flip Normal, но по сути он просто зеркально перекидывает данный узор, который мы только что нанесли. Нажимаю cancel. Итак, выше этой цилиндрической поверхности я нанес, создал точно такой же эскиз, как внизу. И попробую вызвать инструмент emboss. Эскиз, поверхность. Тут выходит какая-то ошибочка. В принципе, как раз, наверное, там и говорит, что необходимо какой-то причине. Но вот что может произойти, если мы начнем поворачивать нашу, скажем так, проекцию этого эскиза на эту поверхность, то она появится на самом деле. Но как бы сюда ловить очень сложно будет. И потом какие-то необычные еще появляются глюки. Я вот не знаю, я первый раз вот так вот видел, чтобы вот так вот угол уносился. Вот, возможно, это особенность этого инструмента пока, я не знаю. Нажимаю cancel. Но лучше располагать эскиз поближе к той поверхности, на которую вы его хотите нанести. Отключим цилиндрическую поверхность и включим конус. Точно также можно emboss нанести на цилиндрическую поверхность. Точно также здесь работает флип, emboss deboss, глубина, ну и инструменты позиционирования. В принципе, по конечной поверхности, наверное, все. Вот, наверное, в следующих видео я покажу интересные маневры с данным инструментом. На мой взгляд, интересные. Верну обратно цилиндрическую поверхность. Так, включу новый эскиз. У меня есть два прямоугольника здесь. Я нажму, вызову инструмент emboss, выберу большой прямоугольник, выберу поверхность. Ну и, например, на один сантиметр пусть он у меня выдавится наружу. Появился вот такой вот дополнительный элемент на цилиндрической поверхности. Верну эскиз и активирую обратно emboss и выберу уже вот эту поверхность. То есть получается, что мы можем наносить один emboss на другой emboss. То есть в данном случае это происходит, потому что здесь точно такая же правильная цилиндрическая поверхность у нас образовалась. Нажму ok. Отключу эскиз. Хочу показать еще один, на мой взгляд, интересный трюк. Я выберу два вот этих вот, две этих поверхности и нажму delete. Потому что они, в принципе, эти две поверхности и по площади и по расположению совпадают, то при их удалении Fusion пытается восстановить геометрию и замыкает это кольцо. Вот такой интересный эффект можно дополнительно получить. Удобно. Этим можно пользоваться. Дополнительно я создал вот такую поверхность и заранее вставил в проект картинку в формате svg. Точно также вызову инструмент emboss, выберу поверхность и перемещу все это вот на вот этот вот плавный переход. Нажму, например, здесь сделал минус 1. Окей. И получается вот такой вырез. То есть, в принципе, на стыке двух плоских поверхностей тоже можно создавать вот такие вот вырезы с помощью инструмента emboss. Вызову опять инструмент emboss и продемонстрирую. Тут еще есть одна галочка. Так, сначала нужно выбрать, выбрать, снять выделение фейса. Я сниму здесь галочку tangent chain и после этого выберу face. Соответственно, после того, как я буду двигать свой эскиз, ну превьюшку, он будет вырезать только ту поверхность, которую я выбрал. Я думаю, это должно быть понятно. Отключаю svg, включу еще один эскизик, вызываю emboss, выберу три эскиза, галочку tangent chain и выбираем поверхность. И то есть, как мы видим, вырез осуществляется сразу на трех плоских поверхностях и двух плавных переходах. В принципе, это можно все так же двигать. Нажимаем ok. С помощью этого инструмента можно очень быстро создавать такие вырезы на каких-то тонкостенных элементах, не прибегая к инструментам листового материала, листового металла, например. Достаточно удобно. Этим можно пользоваться. Я в следующих видео покажу еще, на мой взгляд, интересные приемы по использованию инструмента emboss. Вот. На этом же данное видео заканчиваю. Спасибо за внимание. Ставьте лайки. До новых встреч.